Вот собственно и все что касается состава. Я уже сказал, сегодня Евгений Савастьянов справа располагается в защите, но Алексей Гаврилович играет слева. Нафтан идет вперед, Алексей Сучков. Как я уже сказал, на мой взгляд такой интересный получается разогрев. Бадаян уходит от одного. Напрашивается передача направо, она туда летит, Белизнюк. Член на решение Валерия Риммонтасовича по поводу включения или не включения. Это одного или двух-трех футболистов в стартовый состав. Футболисты, представляющих Украину, это Олег Керчу номер девятый и Руслан Гунчак номер тридцать пятый. Гомель атакует Бадаян. Павел Кирильщик, Дмитрий Невмывака в штрафной площади Новополочян. Высокие футболисты, но до них мяч так и не долетел. Бадаян. Совсем недавно продлили контращи. Длинный перевод на Бадаяна. Мяч находит, находит ногу Завена. Армянский легионер смотрит, кому же делать передачу. Делает ее настройку. Работой занимается. Хотя тоже поддерживает иногда атаку. А Павел Кирильщик больше действует в созидании. Вот так сегодня играют опорные полузащитники Гомеля. Кирильщик мог нанести удар с лету. Даже показал всем своим видом, что буду это делать. Но в последний момент передумал. Футбол не самый скучный. Мы наблюдаем. И те, и другие пытаются играть активно. Насколько это возможно. По сложному травяному газону. После дождя, который сегодня прошел в Гомеле. Плескать повтор этого эпизода. Но мне кажется, Геннадий Близнюк сделал для партнеров все, что только можно. Забивай не хочу. Не захотел Завен Бадаян. Во-первых, Быченко передача в разрез. Встреча Иван Сафарьян. Главный арбитр. Ему помогают Андрей Дубицкий и Антон Гусев. Вся бригада из Минска. Здесь тот самый момент, когда переды Александр Юдицкий, 20-й. Никита Наумов, 23-й. И Михаил. Бадаян с мячом. Играет на Близнюка. Но того мы видим очень вовремя. Оттесняет от мяча Руслан Гунчак. Делает передачу Игорю Давгяло. Ну а тот, не рискуя, за пределы поля мяч отправляет. Бадаян. На Быченко правил мяч забрали. Завен Бадаян. На левом фланге он делает передачу. Удар! Не может обойтись без забитых мячей. Они посыпались. На самом старте второго тайма. Сейчас отличился Геннадий Близнюк. Сейчас Иван Сафарьян, наверное, все-таки погорячился вот этим свистком. Остановив великолепную атаку Гомеля. Сразу вспоминается чемпионат мира. Сразу вспоминается! Между сборными Швейцарии и Эквадора. Я опять вспомню о нем чуть попозже. Давайте посмотрим повтор этого эпизода. Вот она передача от Бадаяна. Вот он один ситко перед воротами. В общем, там, конечно, высший пилотаж от узбекского арбитра. Ну, а Мохаммед Арифай, судя по всему, даст возможность... Савастьянов играет с Бадаяном. Хорошая передача Близнюку. Тот обыгрывает один в один за щит. Затем поколесил по Республике. Там были в основном клубы первого дивизиона. Там Полоцк. Волна Пинская. Пинская волна. Гранит Микошевич. Ну и вот вернулся вновь. После этого взятия ворот он уже 6 голов провел ворота соперника. В нетор на табло горит фамилия Близнюк. Напротив 58 и 64 минут. Так что два мяча записаны на счет именно Геннадия. А в этой встрече не автогол Игоря Довгяла. А именно два взятия ворота от Геннадия Близнюка. Завершится атака Гомеля. Я говорил больше направленность действий Быченка разрушающая. А у Кирильчика созидающая. Из двух избирает мяч в руки. Очень быстро бросает направление Жуковского. Как же здорово здесь сыграл Завен Бадаян. Постраховал Алексея Габровочки. А рядом с четвертым рефери располагается Алексей Теслюк. Запасной. Больмак пытается поймать птицу счастья в атаке. И что убежит Теслюк или нет? Нет. Руслан Гунчая чуть назад. На Савастьянова. Тот на Бадаяна. Что придумает Завен? Один против двух. Попытался обыграть. И 2-2 у него это не было. Евгений Савастьянов. Следует передача. В направлении Бадаяна. Завен с мячом встречается. Тут бы сделать пас Теслюку. В недодачу получилось. Но по-прежнему.